Реклама ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, друзья. Можно я сниму репортаж там на площадке? Конечно, конечно. А вам реклама, может быть, нужна? Конечно, нужна. А какие у вас предложения? Сколько вы готовы заплатить? Можно зайти, у меня работает камера. Вы готовы принять участие? Вот самый готов, сразу готов, да? Так, Владимир, на связи? Да. А нам же... Так, давайте познакомимся. Есть маленький секрет, дорогие друзья. Чтобы как привлечь внимание девушки? Девушки любят смотреть на себя в зеркало. Этот эффект можно использовать в видеокамере. Девушка будет себя рассматривать. И, наверное, оставит послание, куда я попал. Если вы останетесь сюда, я смогу... Вы были именно ту девушку, которая любит это тело. Да. Добрый день. Вас приветствует прекрасный центр по экспедициям на нашей фирменной технике баги, БРП. К сожалению, они сейчас и на мойке. Так как у нас был выезд. Но мы можем вам показать наш офис, познакомить с нашей прекрасной командой ребят, которые всегда готовы встретить гостей, и подобрать самую лучшую экипировку. Мы используем вот такие вот фирменные шлема. Ну и уходим. Вот такие прекрасные очки. Крис, я тебя... Вся команда сбежала. Также джерси. Чтоб не мешать, наверное. Они просто не любят камеру. Ну хорошо, скажите, какая загрузка у вас? Насколько вы заняты? У вас много клиентов, вам не нужна реклама, или вам нужна реклама? Реклама нужна всегда. Раз. И гости нужны всегда. Так. Мы открылись... А не получится так, что приезжает много гостей, а у вас нехватка техники? Возможно, и такое помещение. Такое может быть, но... Может быть, вы продвинутый, у вас есть приложение, всегда можно в режиме онлайн видеть загрузку техники. К сожалению, приложения нету, но... Наш собственник, Георгий. Самый главный человек. Да, приложения, к сожалению, нету, да, но... Человек, принимающий решение? Да, да, да. Но администратор всегда на связи, мы собираем группы. У нас два раза в день выезд. Поэтому, ну, сейчас, пока еще летом не началось, еще есть возможность просто приехать и попасть. А так лучше заранее. Какая ценовая политика? Стоимость часа у нас 10 тысяч рублей с машинки. Туда помещается два человека. Это один час. Ну, экскурсии где-то проходят от двух часов и более. Десять тысяч часов. Да. Такие эмоции вы не сможете ощутить, на какой-либо другой цель. То есть мы доезжаем до труднодоступных мест, по бездорожью. Вы получаете удовольствие не только от экскурсии, посещения, где-то локации, которые недоступны на автомобиле, но и получаете удовольствие от вождения. А там инструкторы человека. Инструктор едет впереди, он ведет колонну, а вы непосредственно сидите за рулем и управляете. Насколько нужно иметь права? Нужны права хотя бы категории B. То есть должен быть опыт вождения автомобиля. Потому что частично мы передвигаемся по дорогам. Поэтому нужны навыки вождения. А какие документы заполняются перед тем, как путешественник отправится в это приключение? Договор об ответственности. Не факт, с которым он вернется? Нет, почему? У нас все... С нами едет инструктор, который готов даже роду принять. Я говорю по человеческим факторам. Так, что с техникой? Допустим, не справился с управлением, попал в канаву, лопнула рулевая вийка. Ну, к сожалению, все, что по вине водителя произошло, ложится на водителя. Поэтому такие документы подписываем, что, к сожалению, сломал, купил. То есть 10 тысяч в час и каску нельзя делать, да? Нет, к сожалению, техника каской не страхуется. Не страхуется каска такая. Да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот вы как владелец, видите ли вы возможность снижения стоимости? Готовили вы раскрыть коммерческий секрет? Какая норма прибыли в этом бизнесе? Ну, норму прибыли, как раз, конечно, не могу раскрыть. А снижение, оно возможно, если мы собираем целую колонну. Да и если это не сезон. Я чуть о другом. Один из расходных материалов – это обслуживание двигателей, мотористы и топлива. Да, это самый большой знак. Вот. Сейчас набирает обороты модная тема перевод на электротягу. То есть, если вы действующий бизнесмен, есть у нас в Сочи люди, они работают с китайцами по продвижению электротранспорта. И запустить социальный проект в рамках кооперации, привлечь изобретателей с практиками, кто уже это делает, делал тестовые серии или мини-серии, и вам дать на тестирование. То есть, у вас действующий бизнес в сегменте премиум. Но надо же развиваться вперед. Нет. Мы, конечно, тоже, как и все, мы прекрасно понимаем, что за электродвигателем, электро, так сказать, автомобилями будущее. Мы это прекрасно понимаем и, естественно, готовы в этом направлении развиваться, потому что затратная часть там гораздо ниже, чем в двигателях внутреннего сгорания. Возможно ли рассмотреть, как вы видите, как бизнесмен, видели бы вы свою модель в случае, если находятся люди, которые изготавливают эти электрические машинки и вам предоставляют их в совместное использование? Как вот здесь прибыль распределяется? Ну, мы для начала бы хотели бы получить, наверное, на одну единицу и попробовать... Гипотетически сейчас мы видим. Гипотетически, как это вообще выглядит, как она способна к жизни на текущий момент. Я ездил, рвёт... Это прекрасно. Но нам надо попробовать эксплуатировать, чтобы мы реально поняли, какие сложности, потому что, помимо того, что она прёт и едет, это, конечно, прекрасная история. Сложностей нет. Двигатель залит компаундом, он абсолютно водонепроницаемый, 100%. Ну, надо понимать запасы хода, возможностей. Ну, то есть, тут как бы это только опытным путём мы сможем реально понять. Для этого надо просто поработать. Ну, 150 километров, если 150 километров... Нам 150 километров, ну, на простейших экспедициях достаточно. Вот. Я и говорю, что для однодневных. Ну, да. А так поставить усиленную батарею будет больше. Ну, и вес будет больше. Какая модель, как вы видите. Вот там же тоже бизнесмены, у них же своё производство, они делают спортивные мотоциклы, квадрики они делают, это всё можно посмотреть в сети. Наша дискуссия позволяет сразу там хозяин как бы услышать коммерческий интерес, чтобы взорваться и ехать к вам. Потому что они к нам на картинг привезли готовых нескольких электромашинок, владелец бизнеса силы, проехал на картинге, но профессиональный гонщик всё понял. Вам привезут машинку, вы сядете, вы поймёте, что это, конечно, техника следующего уже уровня. Смотрите, у нас как бы идея здесь такая, что мы делаем здесь некий развитый центр, экстрим экспедиции, там, грубо говоря, всевозможные. Мы открыты даже к новым продуктам, непосредственно не то, чтобы заменить свои дети, а, грубо говоря, что-то добавить необычно. Всё, что необычно, оно интересно. То есть мы готовы к новым, так сказать, видам техники, потому что сейчас даже вели переговоры с электробайками, то есть ребята готовы там с нами тоже в некой степени посотрудничать. Но здесь, как в любом бизнесе, надо договариваться. То есть есть, понятно, затратная часть стоимости техники, но здесь у нас затратная часть на обслуживание. То есть все цифры как бы они считаемые, и можем спокойно договориться на такой момент. Какой контактный номер у вас можно оставить? Ну, давайте мы непосредственно оставим. Диктуйте. 8 921 949 22 86. Зовут меня Георгий. Ну, дорогие друзья, в принципе, зашёл снимать локацию для Небополитики, заодно познакомился с партнерами, кто тут уже арендует. А как арендовать помещение соседнее, вот эта уличная локация? Она к вам имеет отношение какое-то? Какое-то. Вот уличное. Это непосредственно надо разговаривать с виноделлами. Вы можете пройти само здание виноделия. Я там был уже вчера. Да, как бы, и спросить. Хорошо, посмотрите в интернете канал «Глобальная волна». Глобальная волна. Да, там же вот этот интервью. Секрет? Это ваше новичок был. Да, да, да. Хорошо, я пока вашу рекламу не снимаю. Да, да, да. Ну, вы как раз смотрите грубо говоря, локации, в которую мы вводим Людмилю. Ну, вот расстояние 30 километров. Да, да, да. Ну, то есть, есть простейшие там до нескольких часов, до нескольких дней. А вот эти машинки, они в Крыму еще где-то есть в других центрах или там другие модели? Там абсолютно другие модели. Выше классы, ниже классы? Есть, но в основном ниже классы. Есть только одни, но это наши ребята, с которыми мы дружим и партнерим во многих направлениях. У них выше классные. А чьи-то машины? Это канадская фирма BRP. Это лучший представитель техники для активного отдыха и считается в мире. Там стоят они самые надежные, самые прохладные, самые качественные. Да, отличие 60 километров. Экономия на топливе, переход на электротранспорт, насколько вы видите, может позволить снизить цену с 10 тысяч? Насколько? Ну, это видите, не только от назовите, но я точно понимаю, что затратная часть на вплата двигателя внутреннего сгорания она выше, чем электромобиле. Ну, потому что есть же расходные материалы, такие там, масс-лайк, электрак, который необходимо постоянно менять. то есть за счет вот этой истории я думаю, что мы можем плюс топливо. У вас есть видение, потому что создать одну точку распространения это хорошо, но хорошо иметь франшизу. Мы, собственно говоря, если честно, мы и так и развиваемся, то есть у нас это не единственная локация, то есть мы как бы в принципе, как и любой бизнесмен, у нас есть желание захватить мир. Это прекрасно. Поэтому, собственно говоря, хотим развивать качественный сервис, именно на побережье? Сейчас будет миграция. Огромное количество людей и выехало из Москвы и находится в Сочи зимовка. А Крым дожидались, когда сейчас начнется тепло. И вот продвигаем небополитику. Вот, посмотрите, еще небополитик. Андрей Петрович Девятых. Как раз сегодня у нас был выезд. Да. Сейчас ребята уже почти всю технику увезли на Мольку, а сейчас остались две единицы, которые не забрали. Вот сегодня они были, так сказать, участвовали в экспедиции. Вот такие вот красивые приехали. Отлично. Сейчас поехала экипировка на Мольку, техника на Мольку. А можешь залезть? Конечно, конечно. Молодец, я вам помогу. Сейчас, секундочку. Отчасти. Так, и что, завести можно? Ну, давайте, завести можно, кататься не можно. Я понял. каркас безопасности, который защищает полностью двери. Дорогие друзья, наша задача создавать летающие виманы. Точнее, даже вот эту коляску, мотоколяску, можно будет оборудовать летательными комплектами и станет летать. Ну, а пока мы как первобытные вот на колесе. 21 век, а мы все на колесе. Но хорошо, что есть хорошее качество и у кого есть возможности и желание этим воспользоваться, хорошо, что такой бизнес стал появляться. Это... Все для клиентов. Но это же еще и ваше любимое дело, наверное, не просто так. Мы не просто так этим занимались. Мы фанаты. Да, да. Все, благодарю. Всего доброго. Так, ну вот где это находится. Прокат баги. Итак, дорогие друзья, идем дальше. Смотрим вот эту локацию, про которую я уже сегодня говорил. В новом освещении я вышел сюда специально, чтобы вы прочувствовали вот это вот пространство. Где можно говорить о небо-политике, чтобы здесь комфортно собралось несколько сотен человек, чтобы можно было наслаждаться уходящим солнцем, слушать про вечные ценности, про циклы и закономерности. и все это транслировать, чтобы из любой точки планеты могли задать вопросы, принять участие, чтобы все могли воссоединиться в единой планетарной коллективной синхронизации медитации. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok